Государственная дума в третьем окончательном чтении приняла законопроект о декриминализации побоев в отношении близких лиц. Теперь уголовную ответственность за побои в семье люди будут нести только в том случае, если до этого они уже были осуждены по аналогичной административной статье. Причем под побоями предлагается понимать действия, которые причинили физическую боль, но не навредили здоровью и не привели к потере трудоспособности. К этой категории можно отнести синяки и ссадины. При этом легкий вред здоровью по-прежнему будет наказываться по уголовной статье. Еще до принятия этот закон вызвал широкое обсуждение среди населения всей страны. ИФЦИОМ провел социальное исследование. Так 59% россиян одобряют идею смягчения наказания за впервые нанесенные побои. Против такого смягчения выступают 33% граждан. Ну а 41% респондентов считают, что принятие закона о декриминализации побоев даст положительный эффект, когда как 13% уверены, что это наоборот ухудшит ситуацию. Показательная и другая статистика. Каждый третий опрошенный знает о случаях насилия в знакомых ему семьях, а каждый десятый столкнулся с этим в своей семье. Так какая в целом в России ситуация с насилием в семьях? Что думают о принятом законе эксперты, специалисты и исполнители закона? В резонансной теме разбиралась наш корреспондент Юлия Михайлова. Такие преступления совершаются в семьях любого достатка и социального статуса довольно часто. Только в прошлом году в Якутии за жестокое обращение в семье было заведено несколько десятков уголовных дел, в том числе по преступлениям в отношении несовершеннолетних. На сегодняшний день возбуждено у нас 41 уголовное дело с момента введения данной нормы, это за 16-й год. В январе 17-го года по данной статье возбуждено у нас 7 уголовных дел, в том числе 2, это в отношении несовершеннолетних. Данная статья у нас подразумевает возбуждение дела не иначе, как по заявлению потерпевшего. Соответственно, все, кто к нам обратился, те уголовные дела мы и рассматриваем, те мы и материалы возбуждаем, скажем так. Соответственно, сколько их не обратившихся, я сказать не могу. По данным правозащитников, сегодня от 70 до 78% случаев домашнего насилия остаются в тени. То есть о них никто даже не сообщает в полицию, потому что выносить ссор из избы на всеобщее обозрение у нас не принято. По оценкам юристов, до 97% дел, связанных с семейным насилием, которые заводятся в полиции, не доходят до суда и заканчиваются либо примирением сторон, либо закрытием дела по процессуальным причинам. Теперь же, по заявлению жертвы, тиран понесет наказание, хоть и в мягкой форме. Эта категория правонарушения из разряда уголовных полностью, независимо от субъекта, перешла в разряд административных наказаний. Это смягчение. В любом случае это смягчение. То есть в конечном итоге все вот эти перетурбации с этим законом привели к тому, что сама статья, сама норма была смягчена в отношении всех лиц, независимо от, как я уже сказала, того близкие лица, либо посторонние лица нанесли побои. Разработчики инициативы о декриминализации побоев руководствовались самыми благими намерениями – укрепить институт семьи. Но получилось, уравняли домашних тиранов с побоями вне семьи. Летом 2016 года Госдума приняла закон о декриминализации побоев вообще. Их перевели из Уголовного кодекса в Кодекс об административных правонарушениях. Теперь действия домашних дебоширов будут подпадать под статью 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает, кроме штрафа, арест на срок от 10 до 15 суток или от 60 до 120 часов обязательных работ. Конечно, это неправильный закон. И он не защищает женщину, детей, семью не защищает. И еще более насилие, оно будет дальше продолжаться. И женщины уже будут бояться обращаться, потому что эти штрафы будут грозить ее материальному положению. Вот. И, значит, уже ни общественность, ничего, уже никакого влияния не имеет. И милиция уже она не имеет права вызвать. Вот. И как это будет вот классифицироваться, вот, были это побои, или это было из хулиганских побуждений, да. Вот это вот мне непонятно, людям непонятно. И еще в Якутске женщине с детьми в критической ситуации, если нет рядом родных, просто некуда деться. И только два последних года периодически действует приют для жертв семейных неурядиц. Социальная гостиница работает до тех пор, пока хватает средств, грантов, народного бюджета. Ну, я как координатор работы временного приюта, конечно, видим мы каждый день женщины с детьми. И когда остаются на улице, ну, это страшно. Поэтому я считаю, что такое учреждение у нас в Якутске должно быть, ну, круглогодичное, на постоянной основе, куда женщина с ребенком, с детьми могла прийти в любое время года, в любое время суток. Поэтому, где ей окажут и психологическую поддержку, и моральную, и поддержкой, где она сможет спокойно переночевать, успокоиться, отойти от стресса, и даже просто успокоиться, и уже в каком-то таком спокойном состоянии могла бы принимать какие-то решения. И дело даже не в том, какое наказание будет присуждено кухонному бойцу – лишение свободы или оплата штрафа. Проблему жестокого обращения в семье нужно решать комплексно. Ведь кроме физического насилия, во многих семьях наличествует психологическое давление. Очень много женщин, которые пострадали от домашнего насилия, именно психологического. Этим женщинам вообще может быть… Я сейчас, конечно, не берусь оценивать или судить, да, но тяжелее в том смысле, что, во-первых, доказать психологическое давление, психологическое насилие гораздо сложнее, чем физическое, да, поэтому здесь человека подавляют как человека, не только как женщину, как маму, а как личность. А пока вряд ли страх перед штрафными санкциями, либо принудительными работами сможет что-то изменить коренным образом в лучшую сторону и в сознании домашних тиранов, и в сознании их жертв. Юлия Михайлова, Георгий Григорьев, Владимир Таюрский, Якутия, день за днем.